Итак, друзья, сегодня речь пойдет о витамине D, потому что во время вспышки именно этой коронавирусной инфекции, новой коронавирусной инфекции, он занял особое место. Напомню вам, что мы вообще знали про витамин D до коронавируса. Итак, мы знали, что витамин D это, конечно, крепкость наших костей, это ключ, который открывает вход для кальция. Мы знали, что он играет роль в работе сердца, в развитии памяти. И мы всегда знали, что витамин D управляет нашим иммунитетом. Вначале знали эмпирически на опыте, что если ты летом где-то загорал, то зиму переживешь крепким и здоровым. Потом появились научные данные о том же самом. Вот сейчас во время коронавируса оказалось, что дефицит витамина D приводит к тяжелому течению этой инфекции и смертям. Мы с вами живем в зоне дефицита витамина D. Я хочу, чтобы нам сейчас показали карту. Это карта всего мира. Все, кто живет выше 42 широты, это серая зона. Мы все в серой зоне. У нас не светит солнце. А так как витамин D вырабатывается под воздействием солнца, то мы с вами, практически вся наша родина Россия, вот она лежит у вас, у нас в серой зоне, мы находимся в зоне низкого или малого количества солнца. Говорят, что у москвичей и у питерцев 60 солнечных дней в году. Как говорится, меньше, наверное, только на северном полюсе. Поэтому нам нужен витамин D. И в гостях у меня сегодня мой коллега, доктор, профессор и доктор медицинских наук, который сейчас работает в российском медицинском университете имени Пирогова, в российском геронтологическом центре. Антон Вячеславович Наумов. И именно с ним мы сегодня вам расскажем про витамин D. Антон Вячеславович, ну при моей любви к макетам и к ясному объяснению, я хочу роль витамина D в иммунитете объяснить вот так. Вот эта клетка, которая должна есть вирусы. Вот это вот злокозненный, мерзопакостный коронавирус. Вот эта клетка без витамина D, она коронавирус не съедает. А теперь витамина D вдоволь. И вот что происходит, смотрите. Поедает она просто-таки на голубом глазу, Антон Вячеславович. Все подряд. По сути, это великая вещь. Это то, что надо. А вот теперь вопрос. Наша необъятная родина, я уже это показала, находится в зоне низкого содержания витамина D просто потому, что это наша природная зона такая. В связи с этим у нас подавляющее большинство людей даже не знает, какой у них уровень витамина D. Я хочу, чтобы сегодня вы дали два рода рекомендаций. Первая для тех, кто вообще не знает, какой витамин D у него, но хочет, не сдавая анализ, начать пить витамин D профилактически. Сколько международных единиц витамина D надо пить в сутки, не зная, что с твоим витамином D. В период эпидемии настоящий. Я сижу дома, я не болею, я ничего не делаю. Но я думаю, боже, боже, я хочу что-нибудь принять профилактически. Сколько витамина D мне пить дома? На сегодняшний день, когда мы живем в период эпидемии, первые три недели надо принимать 10 тысяч международных единиц в сутки. Так делать первые три недели. Без болезненно? Безболезненно, без измерения уровня в крови. Понятно. Это повышенные сейчас рекомендации. До этого мы говорили тысячи. Да. Десятку и хоть трава не растет. Три недели. Объясните мне такую вещь. Во всех рекомендациях я читала тысяча две. Вот сейчас для ковидного времени рекомендации изменились. Это абсолютно международный протокол. И в США, и в Европе. Вот слепым методом 10 тысяч первые три недели. В чем суть? Нам нужно повысить уровень витамина D в крови выше 60 нанограмм на миллилитр. Фантастически придумать, что мы дозами 2 тысячи или там тысячу-тремя тысячами сможем это сделать. Убедили. И показано самое важное, что если нам удастся повысить выше 60, то практически в 7 раз падает вероятность инфицироваться вирусом у пациента. Это, конечно, доказано на гриппе, не на коронавирусе, потому что время еще мало прошло для накопления научных датусов. Но витамин D везде сейчас выше. Если человек сдал анализ на уровень витамина D, у него уровень в норме. Если этот пациент имеет нормальный вес, у него нет остеопороза или сердечно-сосудистых заболеваний, ему достаточно 1 тысячи международных единиц. Но если есть у него избыточный вес, мы знаем, что витамин D – это жирорастворимый витамин D, и клетки жировой ткани его очень любят, поэтому очень быстро поглощают. Нужно давать 2 тысячи международных единиц. Это для тех, у кого витамин D в норме. Я сейчас это подчеркиваю, потому что мы тысячу раз говорили про витамин D и тысячу раз говорили дозу тысячи. Сейчас дозы повысились. Я принесла несколько вариантов витамина D. Принесла вот такую масляную форму, где сколько тут же, сколько тут же. В одной капле 500 международных единиц. 500. 500 международных. То есть вот такие капли, они в чистых триглицеридах. Это D3 Max. Идеальное дозирование. Вот смотрите, 500, 500, 1000. Раз, два, две. Раз, два, три. Раз, два, четыре. Раз, два, пять. Раз, два, шесть. Господи, надо было взять ложку. Так, раз, два, семь. Раз, два, восемь. Раз, два, девять. Раз, два, десять. Свою суточную десяточку я выпила. Сейчас выпустили таблетки, где 2000 международных единиц или 1000 международных единиц сразу в таблетки. 2000, конечно, совсем хорошо. Получается, что в сутки я должна выпить раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот раз, один день, два, другой день, три, третий и так далее. Правильно? То есть пять таблеток. Безусловно. Но вот таблетки все-таки лучше, когда нам нужна поддерживающая доза в 2000. Сейчас, когда нужны гипердозы, удобно пользоваться все-таки каплями. Потому что, опять же, представим себе, выпить несколько таблеток менее удобно. Это идеальная форма для поддерживающей терапии, когда у нас уже хороший уровень. Да, таблетку в день. А капли лучше. Послушаем профессионал. И здесь вот очень удачный именно этот препарат. Потому что, в отличие от других, где там очень дозаторы неправильные, а для человека, например, с нарушенным зрением, он вообще не может увидеть на ложке эту маленькую капель, капнул он или нет, то вот здесь вот из-за такого вот помпы в дозаторе очень четкая дозировка идет. И мы вот, некоторые пациенты, сколько вы принимаете витамин Д? Да, принимаю. Сколько? Ложку. Почему ложку? А я капельками не вижу. А потому что есть такие формы, ты не выкопаешь. Здесь правда, смотрите, еще раз для вас, друзья, раз, и 500 международных единиц у меня во рту. Да, абсолютно удобно. Д-3 Макс. Итак, период вспышки лучше жирорастворимый, потому что витамин Д – это жирорастворимый витамин. Что еще сказать? Похудейте, друзья мои. Вот сейчас похудеть – это вопрос жизни и смерти. Согласны со мной? Абсолютно. На самом деле, вот все летальные случаи, тяжелые течения ковида – это пациенты в основном с избыточной массой тела. Это абсолютно не только факт Российской Федерации, абсолютно мировой факт. Это один из самых важных факторов риска. Даже более значимый, чем артериальная гипертензия, сахарный диабет вместе взяты именно. И если вам врач говорит, сейчас во время вспышки худеть не надо, значит, он вообще ничего не знает про коронавирус. Вот вообще ничего. Вы сейчас должны срочно, немедленно перейти на правильное питание и немедленно избавиться от лишних килограммов. Потому что сегодня это реально для вас смерть. По-другому не скажется. Я хочу вам сказать спасибо за, во-первых, эти рекомендации, что я многого не знала. Особенно про то, что в 10 раз сейчас увеличили дозу именно на эти ближайшие 3 недели. Вам это важно знать. Итак, 10 тысяч, если вы понятия не имеете, какой у вас уровень витамина Д, в течение 3 недель. А потом напрягитесь и померяйте, и все-таки с врачом поговорите. Если знаете, что нормальный уровень витамина Д, тысячу или две. Вот видите, тысячи или две. Сейчас, на ближайший период, рекомендуют доктора, те, кто профессионально этим занимается, жирорастворимые капли, а поддерживающие дозу можно и таблетки. По-моему, мы все рассказали. Здоровье. Всем большое спасибо профессору Наумову. Спасибо.